Издательство Корпус, которому я чрезвычайно признателен, выпустило уже шестой сборник моей прозы. Он называется «Люксембург и другие русские истории» и включает 16 повестей и рассказов, 6 очерков и драматический монолог Регалетта. В отличие от предыдущих книг, которые издавались исключительно в традиционной бумажной форме, это вышло в электронном виде. И как аудиокнига, причем читаю я сам. Сегодняшняя презентация ограничена пятью минутами. У меня нету сочинений такой длины, если не считать юмористических карантинных писем счастья, но в сборник они не вошли. Поэтому я прочту начало повести «Люксембург», которая и дала название всему сборнику. Итак, «Люксембург», первые пять минут повести. Вообще-то чтение занимает два с половиной часа. Это самая длинная и, наверное, самая личная моя вещь. Не люблю похорон. Кто же их любит? Но школьный товарищ зовет. Надо идти. Мы привыкли к покойникам, особенно из начальства. Хоть бы уже оно перемерло совсем. Нас, студентов мединститута, сгоняли в начале 80-х изображать всенародную скорбь. То по Косыгину с Сусловым, то по маршалу Гречко. Забыл хронологию и путаю чуваков. Но тогда это даже, по правде сказать, забавляло. Прочие граждане в холод и зной машут флажками по сторонам Ленинского проспекта. Густав Гусак к нам прилетел. То-то счастье. А мы в колонном зале Дома Союзов постоим 15 минут под Шопена или, не знаю, Чайковского с постными лицами и свободны. Лишь бы не выкинуть какому-нибудь непотребство. Не оскоромиться. Не заржать. Покойники шли косяком. Иногда по нескольку за семестр. Так что завелся у нас обычай. По дороге в колонный зал заворачивать то в шашлычку на Герцена возле консерватории, и сейчас люблю в ней бывать, то в стекляшку против Кремля, теперь там этот уродский памятник, то не помню куда. На прощание с товарищем Пельше нашу компанию не допустили совсем. Дали мы волю эмоциям. Помянули как следует. Ничего. Похоронили без нас. Впрочем, речь не о Пельше и не о глупой нашей советской юности с ее однообразными развлечениями. Речь о Саше Леванте, старом моем товарищи. Знакомы мы с ним со школы, с 12 лет, его и моих. И хотя подолгу не видимся, меня он считает другом. Иначе бы на похороны Марии Ильиничны своей матери не позвал. Смерть ее меня поразила лишь в том отношении, что я не знал, что она была до сих пор жива. Качество прожитой жизни измеряется в первую очередь тем, сколько людей явилось проститься с тобой. Добровольно. Начальство не в счет. Но матери Саше исполнился, шутка ли, 101 год. В таком возрасте не бывает уже ни живых сослуживцев, ни старых подруг. А бывает вот так. Морг городской больницы, траурный зал, священник что-то бубнит, не особенно разберешь. И мы с Сашей, со свечками. Саша время от времени крестится. Новая в нем. Я смотрю главным образом в пол. Воск разминаю пальцами. К чему расписывать? Все бывали на подобных похоронах. Старушка мертвая, цветочки мертвые, все мертвое. Священник вдвое моложе нас, но тоже полуживой, вдруг разразился речью минут на 10. Послушаешь, так Мария Ильинична умерла от того, что мы с Сашей редко в церковь ходили. Кто б спорил. Да только какой с меня спрос? Я не крещеный, не верующий. Работаю всю свою жизнь психиатром в Кащенко. Всякого повидал и в бессмертие души не верю. Саша шепнул. Нерастраченный дидактический потенциал. О попе. Ладно, проехали. Потом мы ее загрузили в автобус. Мужички помогли. Не говорите нам до свидания. Тоже мне, ангелы смерти. Успокойтесь. Знаю я ваш этикет. Вот чего я не знал, что покойница была выкрестом. Спросил Сашу. Нет, говорит. Мама русская. Урожденная Котова. По первому мужу, Сашиному биологическому отцу, Гусева. И лишь по второму, Левант. Поди ж ты. Я думал, что Саша наполовину еврей. Очень уж Мария Ильинична была на еврейку похожа. Многие люди из культурного слоя приобретают семитскую внешность на старости лет. А Сашина мать, со времен нашей юности, была уже сильно немолодой. Взгляды у меня широкие, либеральные, но национальный вопрос я обойти стороной не могу. Так уж от детства пошло. Когда будь ты хоть трижды гением, туда и сюда тебя не возьмут. Когда в школьном журнале указывают национальность родителей, и даже слово «еврей» вроде как неприличное, волей-неволей к подобным вещам пробуждается интерес. Крематорий с его убогой роскошью описывать незачем. Кто не видел, не потерял ничего. Скоро по всей Москве наведут подобную красоту. Спасибо еще раз. Спасибо. Спасибо. Спасибо.